здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня в сегодняшнем видео я вам кратенько расскажу про этот кардиган как я его вязала и с чего я его вязала девчонки очень кратко и дам источник откуда у меня есть есть у меня подобные мастер-класс капюшоном платочной вязкой только с косой я дам ссылочку на описание там не видео там описание вот ну а в этом видео я подробнее остановлюсь именно на молнии и именно это для тех кто умеет шить на домашней обычной швейной машинке самой простой да и как я в этом случае в этом кардигане именно решила вопрос молнии как я ее сюда вшивала ну то есть по большому счету краткое описание кардигана плюс более подробное описание как вшить молнию на бытовой швейной машинке и так давайте сначала расскажу из чего я вязала значит вязала я из вот эта пушистая пряжа это ализе мохер классик цвет не помню буду монтировать я вам уточню цвет вот в одно слой а одна нить этого мохера вторая нить супер лана тик тоже одна нить видите она сливается по цвету тоже цвет вам уточню потом напишу какие цвета именно я использовала потому что эта комбинация цветов вот норка нам называется по моему этот цвет называют его норка ну ну люблю вы заметили я думаю что я много изделий именно в этом цвете но нравится он мне вот нравится и все вот и еще у меня смотрите была вот такая вот ниточка когда там не дали на рекламу не опознатый или летающий объект ну в общем это тут в чехии мне дали вот ну она у меня лежала лежала а кстати топ я из нее связала с этой люрексовой нити и вот решила она как раз по цвету думаю это розовый люрекс освежит это все дело и на самом деле я не прогадала мне очень понравилось вот это сочинка ком комбо трех нитей да то есть и мохер и там акрил с шерстью и вот это полистеровая люрексовая нить то есть люрексовую нить вы можете добавить любую можете вообще не добавлять дело в том что этот кардиганчик он такой такая олимпиечка толстовочка данному и вот с капюшончиком такая походная вот довольно таки носибельная и мной любимая вещь я я думаю вы уже помните что я люблю и так что по основной детали вот смотрите я не заморачивалась у меня все ровно ровный силуэт никаких скосов плеча потому что вязка платочная и она потом вытягивается туда куда и надо в общем я думаю этих скосов смотрите если взять вот так вот плечо спущено она все потом примет форму так как нужно то есть все ровно рукавник слова пока то все ровно есть у меня девчонки мастер-класс по кардигану там с косой ну с капюшоном вот он не снят не видео а есть от руки написано но я его ее его выложила в сообщество я вам обязательно тоже ссылочку оставлю под видео в описании чтобы вы могли если вдруг захотите вам нужен мастер-класс там есть описание довольно подробно и с расчетами на размеры мою ну там с косой ну вы ее не делайте но сам кардиган вы свяжете понимаете потому мастер-классу вот там все расчеты все дано по петельной там все четко вы и капюшон естественно капюшон и круглый вырез вот потому описанию моему даже говорю переходим по ссылочке она в ю тубе только написанной форме сообщества и вы легко свяжите вот этой вот как бы основной основу этого кардигана платочной вязкой я еще сделала я вот когда связала полочки то есть вы вяжете основу по кстати резинка один-на-один после резинка я ничего не убавляла вязала спицами по моему шесть с половиной миллиметров никаких добавок убавок у меня вот единственное заморочки это вот капюшон и круглый вырез горловины по спинке я вырез не делала единственное что я вот когда сшила я посчитала вот кромочные по кругу и связала вот такую вот тачку да вот по количеству кромочных которая у меня вот по всей вот этой вот длине моего кардиганчика вот я ее связала она у меня из 6 петель вот видите вот такая длинная длинная это будет обтачка далее молния девчонки это та которая у меня я заказывала с алиэкспресс на тот с пайетками на тот я купила другую а эту я использую сюда не очень подходит по цвету но так как будет обтачка и она немного спрячется а потом распушиться я думаю будет нормально вот и сейчас я просто вам хочу показать как я эту молнию вошью я думаю вам это все дело пригодится для начала что я делаю я вот начиная снизу лицевой стороной я прикладываю туда вовнутрь и булавочкой прикалываю эту молнию тут следим чтобы все хорошо ложилась не растягивалась и не стягивалась а я а в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь у нас, вот смотрите, здесь молния у меня уходит аж на капюшон, то есть она будет вместе с капюшоном. У меня молния 85 сантиметров, если у вас есть молния подлиннее, чтобы сомкнуть ее на капюшоне, то это еще круче. Ну, у меня что есть, то есть. Так, вот до конца здесь мы вот так вот загибаем. Так, вторую часть, вот смотрите, мы совмещаем для начала вот так вот туда, с изнанкой наверх. Что мы делаем? Мы первым делом совмещаем резинку, чтобы она у нас совпала. То есть здесь, и вот здесь вот, смотрите, вот чтобы здесь совпала резинка. Далее, для начала, вот капюшон, капюшон, смотрите, вот он у нас, стык, шов, держим пальчиком и совмещаем тоже со стыком, со швом капюшоном на второй детали. Так, есть. Потом мы уже распределим вот этот остаток. Теперь сам капюшон. Здесь мы зафиксировали. Теперь складываем пополам капюшон. Крепим вот здесь вот вверх молнию. Потом только мы распределяем вот эти вот части. Уже после того, как совмещены вот эти основные как бы узлы. Шов на капюшоне, резинка и конец молнии. Сначала мы фиксируем эти наши ключевые моменты. А потом уже вот равномерно распределяем то, что у нас между ними. Вот это очень важно. Вот этот этап, вот сейчас, он от него зависит, вот вся молния. Как она будет вшита. Можно наметать, можно не булавками здесь, а наметать. Так, есть. Теперь я проверяю. Здесь у нас шов-шов на месте. Здесь, тут еще ВТО будет, так что оно еще уляжется. Видите, чуть волнует у меня. Почему? Потому что это платочная вязка. И мы все прекрасно знаем, что, вот смотрите, легко она тянется вниз. И вот, чтобы эта молния не была стянута, я вот так вот сделала. Сейчас она кажется чуть собранной. Я знаю, что эксперты сейчас будут писать. Но поверьте мне, потом это спасет наш кардиган. Потому что платочная вязка у нас по-любому потянется вниз. Уверена на 250%. Вот. И сейчас я вот в таком виде пристрачиваю эту молнию. Обязательно строчу по молнии. Ни в коем случае не повязанной вещи. Именно по молнии. Строчка идет по молнии всегда. Ну, сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, вот она у нас пристрочена. Видите? Вот так вот я пристрочила. Смотрим. Волниться она. Не волнуемся еще у меня в это. Как бы половину. Половину я сделала. Ну, чуть-чуть подровняла. Но еще не до конца. Поэтому в это все исправит. Смотрим. Капюшон. Шов. Шов. У нас совпал. Вот дырка у меня здесь. Я ее еще заделаю. Что касается... Да, лапка у меня далеко от молнии. Нет у меня этой лапки для вшивания молнии. Поэтому, если она у вас есть, используйте. У вас будет полотно ближе к этой молнии. Вот так, так. Здесь внизу проверяем. Резинка у нас все тоже совпала. Вот это вот самый такой основной момент, на который обратить нужно внимание. Очень ответственно здесь нужно к этому отнестись. Так, теперь я проверила. Все у меня совпало. К чему я не сказала, рада. Теперь я расстегиваю эту молнию. Отгибаю ее на вот эту вот сторону и беру на мою обтачку. Вот. Теперь смотрите. Я ее складываю вот лицом туда к молнии. Фиксирую низ. Можно, конечно, наметать, сопоставив, так я шить буду вот так вот, сопоставив, что кромочные петли. Но я сделаю по-другому. Я вот так вот низ фиксирую один. Сейчас я просто вот так вот. Так, чтобы раскручу его. Чтобы-чтобы. Так. И вот здесь вот отгибаю и фиксирую здесь булавкой. Вот таким вот образом. Даже две булавки здесь. Так. Есть. Теперь я складываю пополам вот эту саму обтачку. Смотрите здесь. Вот. Держу. И определяю середину. И середину фиксирую на середину капюшона. Вот таким вот образом. И потом распределяю. Одну и вторую сторону равномерно. То есть я зафиксировала низ и вверх. И теперь вот пробулавлю вот это вот все дело. Либо это сделайте по совместив все кромочные. И так, мои хорошие. И так, мои хорошие. Вот, значит, я пришила. Прибулавила. И все по вот этой вот всей длине пришила. Значит, что хочу сказать. Не снимала, потому что подружка как раз голосовой. Я слушала. Значит, сшила по вот этой вот стороне. Которая уже. То есть по основной детали. Которая у меня уже пришита к молнии. Я просто объясняю это для того, чтобы вы понимали. Вот опять подружка прислала слое. Я просто рассказываю те нюансы, которые упростят вам работу. Ни в коем случае не по вот этой вот детали, которая не пришита. Она будет съезжать. Только по той уже зафиксированной детали. Вот так вот я шила, 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 шила. По капюшону, пока не вернулась вот к этой полочке. Да, пришила. Теперь что я делаю? Теперь я отгибаю. Теперь уже все просто. Здесь можно, ну, хотя желательно наметать. Вот. Отгибаю. И там в оригинале тоже вот такая вот обтачка. Такая немаленькая. И просто вот здесь вот строчкой фиксирую. Ну, либо наметываем и пришиваем, либо не наметываем. Я сейчас попробую вот так вот без наметки пристрочить. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Не нужно, потому что махер и платочная вязка, оно все прекрасно маскируется, прячется и все получается так, как надо по итогу. Ну а на сегодня, девчонки, я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Ставим лайки, подписываемся на канал, обязательно делимся с этим видео, подписываемся на меня в Инстаграм. Вот, что еще хочу сказать. Да, кстати, становимся спонсором, потому что сейчас уже появилось первое видео там для спонсоров. Это жилет Кучинели, вот тот, который с дырочками, он там уже есть. Размеры. Вот, пряжа, размеры. Ну, все там, все расчеты на размеры именно. И я уже вяжу вторую вещь именно для спонсоров. Сейчас будет мастер-класс английской резинкой, сверху цельновязанный жакет с шалевым воротником. Не английской резинкой, а пышной резинкой. Вот такие вот вас ждут новинки. Но это будет для спонсоров. Это моя такая вынужденная мера, чтобы не делать платные ни курсы, ни мастер-классы. Просто некоторые мастер-классы будут для спонсоров. Ну, а это только часть. На канал это никак не влияет. А сегодня я с вами прощаюсь. С вами Владика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Продолжение следует...